Этот новенький рентгеновский аппарат – гордость анапских травматологов. На службу в городскую больницу он поступил совсем недавно. В феврале этого года он вышел с заводского конвейера, а уже в марте начал обслуживать первых пациентов. Современная техника помогает поставить диагноз буквально в считанные секунды. Преимущество данного аппарата в том, что мы пациентов обследуем в кратчайший период, выставляем диагноз и дальнейше направляем их в отделение для лечения. В среднем, если с использованием пленочных рентгеновских аппаратов на проявку одного снимка использовалось 5 минут, то здесь один снимок возникает в течение 1, 2, 3, 5 секунд. То есть с 2, в 3, в 5 раз увеличивается пропускная способность. В этом году для врачей отделения травматологии курортный сезон открылся раньше почти на месяц. С приходом тепла количество туристов резко увеличилось. В предпочтении активный отдых на воздухе. При неосторожности часто сопровождается травмами. Возросло и количество ДТП. Всем пострадавшим в авариях помощь оказывается также именно здесь. Просто упал с мотоцикла. Неудобно так упал, что плечом ударился так сильно, что поломал ключицу. Скорая помощь привезла. Вот именно с этого места все и началось. Отсюда перевели в больницу, сделали анализы, операцию. Спасибо хирургу. Поток пациентов непрерывный. Если еще год назад в весеннее время принимали до 30 человек в сутки, то в этом году их количество увеличилось более чем в 2 раза. В выходные дни и вовсе поступает до 100 человек. А в пик курортного сезона эта цифра вырастет еще в несколько раз. Нагрузка падает в основном на экстренную службу. Поэтому мы с июня месяца вводим дополнительные силы для оказания круглосуточной помощи. Дополнительный кабинет открывается на летнее время. Как показывает опыт прошлых лет, в принципе мы справляемся с этой ситуацией. Но если сравнить, допустим, еще с советским временем, с 90-ми годами, то около 15-12-15 тысяч год составляло. Сегодня еще раз кружу 22 тысячи обращений. Для особо серьезных случаев в отделении предусмотрен стационар, где пациенты находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Рассчитан он на 50 коек. Есть палата для детей. Детские травмы – отдельная тема. По словам медиков, большинство из них случается из-за невнимательности взрослых. Поэтому в летний период с появлением батутов и других аттракционов необходимо усиливать контроль за безопасностью отдыха. Никита Бойко, Руслан Душевский, Анапа. Регион.